Взгляните в лицо своим страхом в коридорах заброшенной лунной станции в рутин. В новом сайз-файл хорроре от первого лица, вдохновленном научно-фантастическими произведениями 80-х годов. Когда жизнь на лунной станции затихает, легкая прогулка превращается в отчаянную борьбу за выживание, а поиски ответов сталкивают лицом к лицу с противником, который видит возглавную угрозу своим планам. Когда любые находки открывают перед вами новые бездны, остается одно – идти вперед. Так гласит описание игры. Кстати говоря, с вами на связи Алекс, и вы на канале Македон Плей. Погнали! Итак, как вы поняли, сегодня пойдет разговор об игре рутин. Анонс рутин состоялся почти 11 лет назад, в августе 2012 года. Разработчики из Lunar Software, его повторный дебют, мы почти ролика представили на Summer Game Fest в 2022 году. В рутин вы окажетесь на заброшенной лунной станции. Ключевые особенности игры – минимум интерфейса, сочетание стелса и боев, а также музыка от Ник Гордона. Чтобы вы понимали, композитор последних – Wolfenstein, Doom и Prey. То есть, будет атмосферненько. В своем обращении, Lunar Software поведал нам, что происходило с проектом на протяжении нескольких лет. Спустя 5 лет производства, разработчики полагали, что игра близка к релизу. Однако, они находили все больше вещей, которые их не устраивали и не хотели выпускать рутин в том виде, в котором они ее видели. То есть, что я хочу сказать, а хочу сказать вам следующее, что Lunar Software приняла очень мудрое решение, хоть и тяжелое, начать все с нуля. И это очень отчаянный и хороший шаг. Хороший шаг в том плане, что они заботятся о своей репутации. Что не скажешь о EA Games, которая буквально вывалила нам сырую недоработанную игруху Star Wars Jedi Survive. Ну да ладно, я немного отвлекся. Команде приходилось выживать с очень маленьким бюджетом. Постепенно рутин превратилась в побочный проект, который приходилось совмещать с другими работами. В конце концов, студия нашла издателя в лице Рауф Хьюри. Чтобы вы понимали, Рауф Хьюри это игры Kingdom to Cross, Kingdom Newlands, которые достаточно неплохо оцениваются среди аудитории. С его поддержкой у коллектива наконец-то появилась возможность довести дело до конца. Авторы не хотят повторять ошибку и называть сроки выхода без полной уверенности в том, что рутин стартует вовремя и будет полностью доработа и избавлена от всех багов, проблем и всего прочего. Поэтому пока известно только список платформ. Это пока Steam и Xbox, включая Game Pass. Что я вам хочу сказать? Смотря на тот анонс игры, мне уже назревает чувство ностальгии и чувство дежавю. А именно, это я говорю про игры SOMA плюс Alien Isolation. Да-да, ты не ослышался. Мне кажется, если взять SOMA и смешать ее с Alien Isolation, то есть взять примерно SOMA, как аналогия игры, пускай она под водой, но представим, что это на луне. Alien Isolation с ограниченным числом оружия и то, что нам постоянно надо прятаться. То, мне кажется, получается рутин. Но, что я этим хочу еще сказать? То, что, скорее всего, игра будет атмосферной и интересной. Я очень, очень сильно надеюсь, что это видео игры будет полностью оправданной. И игра именно получится такой, что не будет ничего переделано, доработано в худшие стороны и все прочего. Так что, надеюсь, что в течение полутора лет игровой, то мы с вами сможем на нее порубиться. А с вами был Алекс и спасибо, что послушали меня. Всем пока-да.